КСМ один из самых густонаселенных на курорте. Одним словом, детей во дворах микрорайона мало не бывает. В детских площадках дефицита нет, отмечают местные жители. А вот подростки пока остаются не у дел. Но сидеть на лавочках ребята будут недолго. Уже через месяц на этом пустыре достроят площадку для воркаута. Разыгран муниципальный контракт в связи с наказом избирателей. Это наши жители микрорайона КСМ. Они обратились в депутатский корпус, обратились в администрацию с просьбой организовать здесь спортивную площадку. Место выбрано не случайно, так как здесь находится школа, садик. Здесь будет резиновое покрытие нанесено, лицензировано оборудование стоять, которое имеет все сертификаты, все ГОСТы. То есть все соблюдено с точки зрения безопасности. Слух о строительстве спортивно-гимнастического комплекса разошелся быстро. Сюда уже приходят ребята, а будущие воркаутеры интересуются происходящим и строят планы на проведение своего досуга. Я даже не ожидал, сначала думал, это будет детская площадка, а оказывается, тут для спорта, для развития детей. То, что здесь построят, разные турники, брусья, они помогут развиться физически очень сильно. И даже не надо ходить в тренажерный зал, достаточно этого. Для современного мира надо как-то привлечь подростков. Мне кажется, самое то, что надо. Свою лепту в общее дело обещают внести и общественники КСМ. Мы благодарны администрации, ТОСу и всему городу, что нам такой подарок сделали. Мы постараемся следить за ними, за этими приборами. Главное, чтобы был порядок, чистота и чтобы были дети, чтобы они занимались. За чистоту порядок взрослые должны отвечать. Программа «Максимум» до октября построит на курорте 86 площадок для воркаута. На реализацию проекта город выделяет 20 миллионов рублей. А вот жители общежития под номером 8, что на Тимирязево, обратились в районную администрацию с просьбой установить камеры видеонаблюдения. Выполнить решение антитеррористической комиссии им оказалось не под силу. Здесь были использованы внебюджетные средства и, соответственно, силами о профбезопасность все работы были выполнены по тому желанию, которое выразила Домком. Выслушиваем все пожелания жителей города Сочи и в том числе центрального района. Сегодня уже можно точно сказать о 251 малом деле, которое только лично на территории центрального района выполнены. На общежитии установили 4 видеокамеры. Одну внутреннюю, то есть в подъезде, и три по периметру здания. Сход граждан когда был, Анатолий Николаевич говорил, что всем надо устанавливать домофоны. Первый, второй этаж делать решетки, камеры устанавливать, чтобы люди спокойно спали. Своими силами что могли сделать, мы домофон установили, косметический ремонт сделали и обратились в администрацию, чтобы помогли нам насчет камеры и помогли нам. Работу по выполнению наказов сочинцев курирует первый заместитель главы города Мугдин Чермит. Реализации малых дел районной администрации отчитываются еженедельно. Инга Габеши, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.